Проект родители 3.0 особенный. Центр образования и комплексного сопровождения детей, выигравший грант на его реализацию в этом году, тщательно готовил заявку, понимая, что реализовать его будет непросто. Ведь в его рамках специалисты хотят не просто помочь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, но и увеличить количество желающих взять их под опеку. У Натальи Геннадьевны трое детей. Казалось бы, кому, как не многодетной матери, знать, как их растить, как воспитывать. Но нюансов так много, что квалифицированная помощь специалистов очень кстати. Потому что мы ограничены в передвижении, нам это уже тяжело. Что вы нам порекомендуете, что лучше будет для нашего ребенка? Хотя девочка в семье с малого возраста, вопросы возникают постоянно. Вот сейчас родители решают, куда отправить учиться дочь после начальной школы. Нам теперь порекомендовали все-таки на дистанционном обучении, что это лучше для ребенка, что индивидуально с каждым ребенком занимаются. Пока родитель получает необходимую консультацию у специалиста, с пользой время проводит и ребенок. Дефектологи, логопеды и психологи проводят занятия по социализации таких детей. У Вики сегодня занятие у логопеда. Я занимаюсь с детьми с 1 по 11 класс. Ведется артикуляционная гимнастика, то есть постановка звуков, автоматизация, дифференциация звуков. От 20 до 40 минут. Занятия короткие и проходят в легкой игровой форме. Детям это нравится. Какой звук слышим? Колобок. Л или Р? Л. Молодец. Работа идет и дистанционно. Для этого закупили 38 новых ноутбуков. Так специалисты оказывают квалифицированную психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям и законным представителям. Проект «Родители 3.0» – это проект третьего поколения, ключевая задача которого – комплексная помощь родителям особенных детей. Мы закупили ноутбуки, на которые установлены справочно-информационные системы для того, чтобы консультант мог своевременно, оперативно получить наиболее актуальную правовую информацию по запросу. Мы планируем оснастить 31 консультационный пункт, который находится на всей территории Чувашской республики. В любой из этих пунктов желающие смогут записаться через информационный портал. Ежедневно 45 консультантов оказывают около 40 тысяч услуг. Наиболее удачные инновационные методики находят отклик. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Республика.